Не отступай перед трудностями, смотри им прямо в лицо, смотри, пока не одолеешь их. Вы слышите цитату, а это значит, что на канале Alex General вышел новый реплей. Всех приветствую и прошу внимания. Карта Вендетта. На верхней позиции начинает Фаргу, авиационный генерал США Грейнджер. На нижней позиции дает старт Бойко, подрывник Гла, генерал Джазис. После просмотра попрошу вас написать комментарий, поставить лайк. Те, кто не подписался, подписывайтесь и бейте в колокол. Если есть желающие поддержать проект материально, то в описании есть вся необходимая информация. Выражаю огромную благодарность за вашу поддержку. Пару слов о поединке. Игра в рамках челленджа до 6 побед без призового фонда. Этот поединок является, по сути, первым после трехмесячного затишья Фаргу. Давайте же посмотрим, сказался ли на нем долгий перерыв и, естественно, что же покажет Бойко за Гла в данном противостоянии. Хотя ранее я уже записывал на стриме данный бой, но не записать отдельно эту игру считаю преступлением. Поэтому приятного просмотра. Друзья, так погнали. Смотрите-ка, дроп от Фаргу сейчас. Он привез дозер свой с помощью чинука. И летает тут пока на соплайм Бойко. Здесь есть подрывник, куча рабочих. Мне кажется, есть смысл уже Бойко их куда-то отводить. Все-таки Фаргу решается дропнуть. Но прямо под подрывничка. Подрывничок взрывается. И всего лишь минус 3 рабочих и подрывник. Не знаю, наверное, даже какое-то сомнительное решение от Фаргу отдать просто так свой дозер. Хотя, с другой стороны, временно как-то так немного сократил экономику. Сейчас Бойки. Бойки нужно будет восстанавливать, естественно, сейчас рабочих. А тем временем Бойко прикатывает сюда техничка. Там два подрывника и минус электростанция. Отлично, на самом деле. Фаргу сразу же начинает здесь в коробке его эту электростанцию перестраивать. И будет опять вновь у американца энергия. Техничка, тем временем, возвращается назад в нору. Бойко дал в центре позиции. Также дает позицию слева. Здесь норка строится. И справа также на холме, рядом с вышками, ставится сеть тоннелей. И поехали. Две технички здесь пока просто катаются. Что же, к самому Фаргу. Он готовит три хаммера. И вновь полетел Ченук вперед. Скорее всего, там рейнджеры. Это будет дроп. Дроп в здание. Сразу же Бойко при этом выходит своим ракетчиком и садится в норку. Ну и начинается перестрелка здесь. Домик против норы. Тем временем хаммеры поехали вперед. Есть Hellfire Дрон на пути как раз таки та самая нора. Ну и под прикрытием дома, в принципе, можно этот тоннель штурмовать. Бойко предпринимает попытку выхода. И, возможно, даже заберет сейчас один хаммер. Да, получается. Ракетчики возвращаются обратно. Есть рабочий. Рабочий попадает под раздачу. Там рейнджеры настреливают. Бойко вновь. Выходит минут еще один хаммер. Фаргу теряет сейчас свои юниты. И ракетчики обратно возвращаются. Два хаммера Фаргу потерял. Добавляет еще медичку и еще один хаммер. Почти, почти Фаргу закрывает эту нору. Но ценой больших потерь на самом деле еще один хаммер. Еще потеря. Тем временем ракетчики вновь садятся. Остается один каленый хаммер и медичка. Тем временем Бойко прикатывает подрывом. И минус соплай. Уже два подрыва достаточно удачных Бойко проводит. Минус электростанция. И минус соплай. Но электростанцию Фаргу восстановил. Придется теперь еще и на сап дополнительный потратиться. Вновь готовятся хаммеры. Есть медичка. Садятся ракетчики. И Фаргу готов вновь идти в атаку. Дроп рейнджеров. Еще одно здание. Фаргу Бойко выселяет. Здесь ракетчик. Ракетчик бьет по чинуку. Ну чинуку это не страшно. У него есть меры. Закрывается рабочий. Ну и уже такими силами, я думаю, Фаргу все-таки эту норку-то Бойко закроет. Но каковы были потери, да, здесь на центре. И пока Фаргу сражался, скажем так, с этой норой. Бойко уже дал второй военный завод. И норка строится, слушайте. И норка достаточно интересная. Здесь уже две позиции есть. Ставится третья. Но Фаргу этот момент замечает. И едет своими хаммерами вместе с медичкой вперед. Уничтожать эти позиции. Бойко норку отменяет. Минус рабочий. И еще одна нора сейчас попадет под раздачу. Тем временем ракетчики приехали здесь с помощью техничек. И пока стоят, просто бьют чинуки. И в принципе получается. Трудно, но получается их пробивать. Можно в принципе пробовать даже пробить саплайн. Но там хаммеры. Хаммеры идут вперед. Возвращаются направо здесь. И Бойко принимает решение отступить. Тем временем техничка поехала справа. Техничка также идет через центр. Похоже, что это какая-то разводка сейчас. Направо течь. Лазер локи. Плюс хаммеры по ней бьют. И возможно с техничкой сейчас будет потеряна. Да, все верно. Но вторая течь. Так, а что там? А что там у Бойко? А там есть 4 юнита. Вполне возможно, это еще один подрыв. Уже третий по счету. Под военный завод. И военный завод. Похоже, что говорит до свидания. Да. Тем временем слева квад. Чинок на пути. Естественно, чинок нужно отводить. Но есть хаммеры. Хаммеры пока принимают, точнее прикрывают последний дозер. Кстати говоря, сейчас на карте от американца. И ставится третий ресурсный центр. Нужно хаммерам, мне кажется, пока не отъезжать никуда. Почему? Потому что там очень большая армия. Техничек идет вперед. Фаргу отменяет постройку соплая. И пробивается дозер. И дозер минус. Все. Фаргу также теряет свои хаммеры. Слушайте, хаммеры вообще сейчас терять нельзя. Ведь это последние два хаммера. Плюс медичка на карте от американца. Так, тут тем временем чинок. Чинок пытается как-то контролировать ракетчиков. Баталчин появляется, друзья. Появляется баталчин. Уничтожает технички. Нужно закрывать пехоту. Ну и все. Это вся техника сейчас от Фаргу. Два хаммера и медичка. Это все. Вот оставшиеся здания. Два соплая, казарма и электростанция. Ну, фаербейс не будем пока что считать. Как бы здесь, да? Дозеров нет. И мало очень юнитов на самом деле. Теперь только спамить пехоту. Баталчин летает здесь над базой Гла. Закрывает квады. Плюс подлетает еще один чинок. Также прикрывает, я так понимаю. И бьется военный завод. Так, тут тем временем бойка отступает своими пехотинцами. Тут есть техничка. Техничка, похоже, что пустая. Но она уезжает все-таки в норку. Хотя по ней Фаргу вдарил. Высаживает пехоту. Ну и нужно, мне кажется, баталчинта отводить. Не надо бы его сливать. Но он все-таки падает. Есть ракетчики. Лазерлоки на техничку. Почти, почти передавила здесь пехоту. Пробиваются квады. Подъезжают хаммеры. Плюс есть медичка. Минус квады. Военный завод был бойкой потерян. Так, ну и под соплай. Подъезжает Фаргу под соплай. Есть тут еще один чинок. Прикрывает от ракет глашника. И в принципе даже удается. Но есть квад. И там еще дроп. Слушайте, там еще пехота. Закрывается пока только рабочий. Пробивается по пачке бойки. Но пачка у него достаточно маленькая. Лазерлоки на квад. Квад до свидания. Еще один квад также сливается. Остаются только подрывники. Ракетчики на раз. Здесь на правом фланге. Техничка даже успела одного подрывника раздавить. Но второй все-таки ее взрывает. Хаммеры при этом теряются. Лазерлоки на квад. Квад вроде как спасается. Да, прячется здесь. Даст оплаем. И похоже, что будет минус чинок. Но он улетает. Пробивается второй военный завод. И закрывается квад. Тем временем даже еще и ракетчик пытается здесь пробить по рабочему. Но с помощью квада ракетчик все-таки закрывается. Даже лазерлоки фарку тут хотел навести. Но пока все попытки щедны. Но вот сейчас возможно, что квад отлетит. Но нет, остается только... Сколько здесь? Два ракетчика. И похоже, что они сейчас закроют военный завод до конца. Да, все. Все, нету в двух военных заводах сейчас у Бойки. Но он перестраивается. И плюс у него есть два сопла. Есть позиции справа. Можно в принципе пробовать вышки-то захватывать. Но у Фаргу... Вот все, что есть сейчас. У него готовится новый дроп. И он вышел в третий ранг. Есть снайперы. У Бойки также есть третий ранг. Соответственно, я думаю, что ему можно давать каркас командного центра. И получать кэш-баунти. Возможно, даже и отстроить его. И получить ребеля. Боже, тут тем временем один ракетчик все-таки остался. Который бьет по рабочему. И достаточно успешно. Рабочего здесь закрывает. Подрыв. И минус ракетчик. Вновь дроп. Дроп с двух чинуков. Очень много на самом деле здесь пехотинцев. Ракетчики пробивают казарму. Еще один чинук. Возможно, это еще дроп. Да, слушайте. Плюс есть снайпер. Пехота слетает. Так, тут тем временем фугас взрывается. Его фаргу пробивает. Пробивается нора. Так, а тут тем временем норка достает. Похоже, что по чинуку. Чинук почему-то просто сел здесь на землю. И просто уничтожается. И закрывается военный завод. Хотел Бойко его распродать. Закрывается до конца норка. Казарма пока только до канализации. Но все-таки закрывается до конца. И пробивает саплай. Бойко его распродает. И успевает. Успевает его продать. Так, ну и что на пути у этой пехоты? Еще один сап. И тут еще и снайпер отрабатывает по рабочим. Мне кажется, нужно делать какую-то подрывку. Какую-то атаку проводить. Ну вот квады пошли вперед. Пошли квады вперед. И уничтожают чинук. Там очень много ракетчиков готовится защищаться. Есть ракетчики также от Бойки. Саплай, похоже, что Бойко распродал. Норка была уничтожена. И тут пехота от фаргу сейчас вперед. Там саплай и нора. Бойко тем временем двумя рабочими идет на левый фланг. Тут есть рейнджер. Он ведет преследование. Квады отступают очень много. Очень много пехоты сейчас от фаргу. И фаргу пробивает еще один саплай Бойки. Похоже, что мейн полностью сейчас уничтожается. Так еще и продать не успел. И саплай уничтожен. Рейнджер прибежал все-таки до рабочих. Догнал их. И можно их также уничтожать. Квад приезжает. Квад приезжает как раз под саплай. Скорее всего сейчас поедет. Рейнджеры, возможно, сейчас помашут ручкой. Скажут до свидания. Потому что квад их просто всех перебьет. Не хватит огневой мощи рейнджерам, чтобы этот квад закрыть. Так он еще и часть передавил. Ну а дальше просто будут стричься чинуки. Ну и фаргу, как я понял, решил все-таки пробовать наступать. Тут, да, ракетчиками идет вперед. Также снизу от него очень много пехоты наступает. На последнюю такую мини-базу от Бойки. И Бойка покатил техничка вперед. Тут квад работает. Стрижет чинуки. И вполне удачно один чинок падает. Ракетчика бы только закрыть, не дать близко подойти. Так, ну а фаргу пока здесь просто стоит. И очень зря. Бойка настреливает. Так, а тут тем временем течь. Приехала минус два ракетчика. Передавливает. Там фаербейс бьет. Есть снайпер. Есть снайпер. И возможно, что просто подрывники отлетят. Если там подрывники, конечно. Да, там три подрывника. И один причем уже отлетел. И казарма все до свидания. Спамят теперь просто нечего сейчас фаргу. Так, а тут тем временем есть рейнджер. У рейнджера изучены флешки. Почему фаргу? Почему ты не стреляешь по этому домику? Ведь его можно выселить. И пробивается последний завод. Глашнику. Квад продолжает работать. Настреливает по соплаю. Вполне возможно, что соплай сейчас просто ляжет. А там на пути электростанция. И еще один сап. Нужно что-то решать. Причем срочно. А тут тем временем у фаргу падает пехота. Два квада работают. Тем временем техничка поехала вперед. Также вместе с квадами. И падает соплай. Остается электростанция. И остается сап у фаргу. В фаргу тем временем пехота идет вперед. Там только единственная казарма. У бойки нет денег. И подрыв. Подрыв электростанции. Квад. И один единственный. Сейчас пробивает соплай в фаргу. Фаргу тем временем идет ракетчиками вперед. Попадает под огонь. Норки пробивает казарму. Кто же все-таки победит. Пока непонятно. Работает квад. Работают ракетчики. И просто фойка сейчас не успевает. Он не успевает закрыть соплай в фаргу. И фаргу все-таки побеждает в этом достаточно сложном и тяжелом сражении. Фух. Итак, друзья. И все-таки как мы видим фаргу даже после такого длительного перерыва. Достаточно в хорошей форме. Хотя были там конечно какие-то моменты. Там какого-то простого. Допустим тех же ракетчиков. Там да. И где-то может быть и не дорабатывал. Мне допустим не был понятен дроп дозера на соплай. Там просто он его можно сказать отдал. И забрал всего лишь 3 рабочих. Но тем не менее. Тем не менее фаргу в достаточно тяжелых условиях все-таки смог победить. Считаю заслуженной победой. И фаргу с возвращением. Ну а на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. С вами был генерал Алекс. И помните, что всегда из любой ситуации есть выход.